Привет! Рада новой встрече! Сегодня говорим о модных фишках. Решила этот раздел назвать так, потому что буду упоминать в каждой новой серии о модных фишках о маленьких важных деталях, которые помогут нам стать более стильными, выделяться из толпы, не слиться с серой массой и также шагать в ногу со временем, а может быть даже еще и вперед. Поэтому давайте приступим. Каждой девушке сегодня в гардеробе я предлагаю завести вот такой нейтральный, никакущий пиджак. Никакого цвета, никакого материала, вернее этот материал, что ни на есть самый нейтральный лен, по нему и видно, то есть он очень быстро мнется, в этом и есть вся прелесть, дороговизны этой ткани, то есть сразу понятно, что на вас натуральная вещь, из натуральной ткани, а не какая-нибудь дешевая синтетика. В этом большой плюс такого пиджака. Итак, мало того, что наш пиджак будет абсолютно натурального цвета, из абсолютно натуральной ткани, я также хочу обратить ваше внимание на наличие маленького кармана. Чем же хорош такой пиджак? Само собой, это стиль деловой, и его можно смешивать как с деловым образом, то есть деловыми брюками, также его можно смешивать с кэжуал и может быть даже со спортом. Насчет вечера я тут поспорю, потому что все-таки считаю, что лен это не совсем вечерний вариант, но даже здесь по сути можно обыграть и какими-то дополнительными аксессуарами, либо брошью, либо другими пуговицами, либо каким-то колье украсить этот пиджак, и может быть даже тогда он у нас хорошо сыграет с вечерним комплектом. Итак, пиджак имеет также контрастные пуговицы, вы видите, это тоже как один маленький такой нюанс-момент, важный, потому что такое сочетание, оно уже предполагает многообразие дополнительных сочетаний, то есть здесь можно не зацикливаться на определенного цвета обуви, сумки, брюк, рубашки, юбки и так далее. То есть здесь у нас уже есть огромное пространство вариантов, здесь мы можем подобрать любые практически цвета к этому пиджаку, главное, чтобы всему было свое место и время. Я осталась здесь с этим шарфом, потому что, как вы поняли, проще некуда пиджак украсить при помощи шарфа, то есть сюда у нас подойдет практически любого цвета шарф, то есть мы видим, что здесь довольно истерического цвета шарф очень-очень хорошо подчеркивает никакущего цвета пиджак. В принципе, этот пиджак подчеркивает любую дешевую вещь, потому что он же сам по себе дорог, по сути своей, как фактура ткани, так же и цвет. Все мы знаем, что дорогая вещь это не яркая вещь и не пегая вещь. Дорогой вещью считается та вещь, которую нужно уметь разгадать и прочитать, а не та, которая ярко себя открывает вот так вот на показ, да, и которая заметна за три версты, поэтому такой цвет, он всегда у нас в приоритете. Я уже промолчу о том, что под этот пиджак подойдет буквально любая рубашка, поэтому сегодня я решила использовать более экстремальный вариант. Я буду использовать обычную, никакую футболку, чуть ли там ни пижамную, ни бельевую. Это такой серо-синий цвет, практически застиранный. Сюда идеально подойдет также белая футболка. Я буду ее использовать другой стороной под этот пиджак. Ну вот, мы готовы к выходу. Слишком бледная и чего-то не хватает, хотя в принципе очень элегантная. Давайте посмотрим, зачем же нам нужен маленький кармашек. Кто наблюдает мой инстаграм, то наверняка часто меня может видеть в довольно таком элегантном образе. Такой образ я копирую буквально с европейских мужчин, которые очень любят в кармашках использовать всякие шелковые платочки. Вот он всем знакомый платочек Джейкоб. Коэн, это платочек из моих джинсов любимых. Но я его вот люблю использовать прямо сюда. В зависимости от платочка мы можем подобрать спокойно любую обувь. Именно поэтому сюда я подобрала темно-синюю замшу. Вам нравится? Мне очень нравится такой образ. Как и любой шарфик, как и любую рубашку, к этому пиджаку можно подбирать любого цвета платочек. Вот у меня остались такие обгрызки. К сожалению, платочка красного под рукой не оказалась. От выкроек у меня остался материал красный. И я вам покажу, как это будет сочетаться. Такой платочек нам дает, конечно же, повод использовать либо красную сумочку, либо красные червички. Ладно. Поэтому также мы сюда можем использовать зеленый шарфик, желтый, золотой, черный, белый. То есть все зависит от того, с чем и как вы комбинируете этот пиджак. Настолько ли важно иметь именно вот такого никакого горчичного цвета пиджак в своем гардеробе, либо можно что-то еще. Конечно же можно выбрать другой пиджак. Я предлагаю выбрать пиджак либо из костюмной ткани, которая также подойдет практически ко всему вашему гардеробу. Ткань, как вы видите, такого же нейтрального совершенно цвета. То есть здесь важно соблюдать спокойствие цвета. Беж, серый, коричневый, ну черный. Но черный, я думаю, что не в каждой погоде. То есть как-то будет, если слишком солнечно весной, то в черном уже жарко довольно. В нейтральных тонах нам будет очень-очень комфортно. Как вы видите, к серому цвету также очень хорошо подходят красные тона. Идеально подходят темно-синий, черный, белый, зеленый, фиолетовый, сиреневый, розовый. Розовый вообще будет просто супер идеально, но вот в розовый у меня сегодня тоже не рассчитано. Попробуйте сами поэкспериментировать, и я уверена, вам очень понравится. Также можно выбирать пиджаки из шерсти, которые являются такими же точными, как и лен, как и костюмная ткань, натуральной тканью, благородной тканью. Поэтому здесь мы можем опять видеть у меня шерстяной пиджак серого, темно-серого, такого насыщенного цвета, в таком уже королевском стиле. Здесь кармашек с принтом из кружева. Плюс ко всему такой пиджак еще много чем выделяется, то есть здесь разного рода отделки, и велюр, и гофре на кармашках наладок. Поэтому он уже самостоятельно красив. И поэтому все-таки мастхэвом у нас остается обычный, натуральный, нейтральный пиджачок с маленьким кармашком. Итак, обращаем внимание на качество ткани, обращаем внимание на цвет ткани, нейтральный желательно, и обращаем внимание на наличие кармашка. Кармашек спасет нас в любой день, в любой выход, по любому случаю, потому что этот кармашек всегда можно дополнить чем-то необычным, интересным. Хотя бы даже кружевом на вечер. Можно я похвастаюсь, мой пиджак имеет сзади вот такие две шлицы. Это очень элегантно, это опять же такой мужской стиль. Мужчины, если вы видели, любят вот так вот ходить заправлять руки в карманы, да, чтобы им было удобно это сделать, как бы создаются умышленно здесь такие две шлицы, которые просто теперь превратились в декор, украшают пиджаки, как мужские, так и женские. Но по сути, эта вещь очень практичная. Две шлицы сзади. Такой пиджак, он сзади уже без шлицы, он выглядит абсолютно строго, в связи с чем он немножко так ассоциируется с серой мышью, но в этом есть какой-то свой шик, я считаю, это дороговизна, поэтому... Вот, собственно, и все на сегодня. Спасибо, что были со мной. Заходим в Инстаграм, смотрим аутфиты из Италии. Оставляйте вопросы, комментарии в отношении новых тем. И до встречи, пока!